В древнерусских текстах встречаются описания разных знамён. Они описываются, например, так. Знамя три черты, знамя лук к земле рогами, знамя борода, а наверху вилы, знамя колесо, а под колесом две черты. Что это за знамёна такие? Слово «знамя» в истории русского языка пережило существенное изменение значения. Сегодня оно употребляется только в значении «воинский флаг», в том числе и метафорически, под знаменем борьбы и тому подобное. Это значение у слова «знамя» позднее, оно фиксируется не ранее середины XVI века, а регулярно начинает встречаться только в XVIII веке. До этого значение «знамя» передавалось словами «стяк», «хоругвь», «поропор» или «прапор». Последнее слово, кстати, исконно славянское и связано с «перо» – «парить». Слово же «знамя» являлось параллелью к слову «знамение» и обозначало в самом общем смысле отличительный знак – признак. Наше слово «знак» очень позднее, начинает употребляться только в XVII веке. Это общее значение могло уточняться. В частности, в древности «знамя» обозначало родимое пятно – родинку. Знаменем также называли какой-либо знак, оставленный вместо подписи неграмотным человеком. Часто слово «знамя» значило владельческий знак – клеймо. При этом преимущественно речь шла о знаках, которые использовали бортники – пчеловоды, разводившие пчел в дуплах деревьев. Описание именно таких знаков приведено в вопросе. Особое положение бортников в данном случае, видимо, связано с тем, что они своим промыслом составляли для князя самую доходную хозяйственную статью. Своим фирменным знаком бортники помечали свои борти – деревья с ульями в дуплах. Иногда количество таких бортий доходило до сотни в разных концах леса. Знамя бортника переходило по наследству и могло быть продано вместе с бортным хозяйством. В XVIII веке старое значение слова «знамя» – отличительный знак, признак – стало забываться. Впрочем, мы можем найти его, например, в стихах Николая Михайловича Карамзина. «Когда мир целый трепетал, волнуемый страстями злыми, мой взор знамен твоих искал, я сердцем следовал за ними». Но уже в 1757 году митрополит Платон Левшин разъяснял, что такое символ, используя слово «знамя» в его новом, понятном для человека XVIII века, значении. Символ, что до имени его касается, может назваться знамение, или замето, или признак, по которому один от другого распознается, как знамя воинское есть признак, по которому наши странцы от неприятелей отличаются. Продолжение следует...